Здравствуйте! Это город Спорт. Мы покажем вам, какой была эта неделя. Провели ее мы на спортплощадках, в залах и на стадионах, для того, чтобы обо всем по порядку рассказать вам сегодня. Итак, начинаем! Когда проигрыш – повод не для расстройства, а для роста, как в Краснодаре схлестнулись Енисей и Кубань. Итог исторической встречи. Все на турник. Столько желания и сила воли, наверное, чтобы как-то прогрессировать в тренировке. Или что такое воркаут и для чего он нужен. Кто самый быстрый в мире – в Орленке определили. Чемпионат мира по мотокроссу среди юниоров и трассы, на строительство которой ушло 10 лет. А в рубрике «Город чемпионов» пообщаемся с Константином Мержоевым. Первый в мире путешественник, участник непрерывной кругосветной экспедиции «Огненный пояс земли», один из основателей и первый директор Краевого молодежного форума «Регион-93» в гостях программы «Город спорт». А накануне окончания смены в Краевом молодежном форуме «Регион-93» мы встретились с одним из его основателей и первым директором Константином Мержоевым. В нашей рубрике «Город чемпионов» сегодня заслуженный путешественник России, мастер спорта по спортивному туризму, участник многих экспедиций, в том числе и кругосветных, Константин Мержоев. Добрый день, Константин Сергеевич. Вы один из создателей молодежного форума «Регион-93». За время своего существования он из Туристского стал больше уже образовательным. Скажите, пожалуйста, это плюс или минус, как вы считаете? Я могу сказать, что «Регион-93» не только я создавал, создавали мы целой, скажем так, командой. Я просто был директором потом. Понятное дело, что я участвовал в этом деле, и строил его, и делал, и потом участвовал в программах, понятной разработке, но не один я, короче говоря. А директором, да, был потом и проводил это все. Но он был тогда в определенной задаче выполнял, в том числе и политически. Поэтому то, что связано с туризмом, это, естественно, было... У нас было 50% образовательной программы, 50% было спортивно-развлекательной программы, которая связана была с туризмом, со всеми делами. Сейчас, на данный момент, я раскрою вам секрет. Мы уже разговаривали с министром образования по этому поводу, и он будет, будет, я думаю, что на следующий год будет именно лагерем туристского актива. То есть мы его сделаем таким, каким мы придумали его изначально сделать. И он будет, мы будем готовить туристские кадры, будем с раннего детства, там, с шести лет, и семейный турист туда подтянем, и все остальные дела. То есть это будет своего рода как база по подготовке, и он, ну, как сказать, именно туристской смены такой. Я думаю, что мы это сделаем в обязательном порядке. Первое ваше путешествие, чем оно вам запомнилось, какой опыт вы из него получили? Первая серьезная экспедиция была в 92-м году. Это был Хребет Черского, массив Буардах. Это один из самых сложных районов нашей страны. Очень опасный. По тем временам в этом районе было всего несколько групп. И те были с трупами, потому что очень опасный район. Он камнепада опасный, лавина опасный. И очень удаленный от населенных пунктов. Для того, чтобы добраться до Буардаха, я имею в виду, именно до тех мест, где мы ходили, там, высшая точка Гора Победа Северо-Востока, это 450-500 километров полной автономии. То есть забрать тебя оттуда никто особо не сможет и так далее. Это сложный район, слабо изученный район, тяжелый с точки зрения прохождения. Для нас она была даже немного, скажем так, трагичной. То есть там у нас тоже снесло одного парня лавиной. Слава богу, он остался жив. То есть нам пришлось его там ремонтировать, шить и так далее. И потом, в конце концов, продолжать уже экспедицию вместе с ним, но тем не менее, потому что выхода другого нет. Потому что вы находитесь слишком в сложных местах, и там выбраться оттуда просто так нет возможности. Никакие вертолеты, тем более в те времена, не летали. Поэтому нам это удалось, мы прошли. Это было, я могу сказать, одно из интереснейших моих экспедиций, одно из самых сложных. Тогда мы, ну там много всего, чему я научился. Честно говоря, у нас там мы голодали последнюю неделю, потому что там невозможно было просто тащить продукты на такое количество дней, с такой сложностью. То есть там пройдена была школа, я могу сказать, в течение 50 дней, дай бог каждому. Мы тогда начали нарушать все законы, скажем так, длительности путешествий, потому что тогда считалось, что не более 50 дней ходить нельзя в замкнутом коллективе, причем в очень сложных условиях, потому что начинаются проблемы психологические в группе, там бывает доходит до драк, там чуть ли не до убийств. Но с правильным руководством, правильным ведением мы начали нарушать эти все законы. Первые в стране начали делать 100-дневные экспедиции, потом стали делать по 5, по 6, по 8 месяцев, потом год, потом вот последняя экспедиция моя, которая была кругосветная, она была уже 2,5 года, 900 дней. Таких экспедиций, в принципе, в мире никто не совершает и по сей день. То есть участками проходят, но отдыхают, потому что это очень сильно тяжело психологически. Вы как опытный путешественник, расскажите, пожалуйста, какими качествами нужно обладать, чтобы идти в экспедицию, что нужно уметь для этого? Я могу сказать, что здесь качество для человека надо. Просто нормального человека. Просто у некоторых людей это рождаются, они уже с этими задатками, так называемые герои, да? Есть такое психологическое понятие «герой». Но он и опасен, с одной стороны. Он всегда делает все правильно и порой не задумывается даже об этом. Люди, которых воспитывают правильно, скажем так, это и взаимовыручка, и делиться с последним там, ну и так далее. Там многие вещи, они храбрые и так далее. Но, конечно, это все воспитывается в походах. Я имею в виду вот сейчас, если не воспитали вас по жизни, ваши родители, то это можно получить, это воспитание, будучи еще в детском возрасте, в этих же походах, и потом начинать этим заниматься. Сложно сказать, чем мы должны обладать. Ну, во-первых, должна быть целеустремленность, желание этим заниматься и верить свято в то, что ты делаешь это все правильно, скажем так. Естественно, опираясь на опыт не только свой, но и тех людей, у которых ты учишься. Ну, тут, понимаете, плохие люди там не выживают. В сложных, если в тяжелых экспедициях, они сразу же мгновенно появляются, то есть проявляются, и они сами по себе уходят, потому что другого варианта нет. А те, которые остаются, они матереют, становятся еще мощнее, сильнее и более самоотверженные, честные. О продолжении интервью с Константином Мержоевым смотрите в наших следующих выпусках. С пользой для тела, как совместить приятное с полезным, и не тратить на это деньги. Очень просто нужно заняться воркаутом. Эта дисциплина уличная и особых вложений не требует. Главное было бы желание. Тех, у кого оно есть, становится все больше. Ребята даже собираются, чтобы себя показать и на мастерство других посмотреть. Более подробно расскажем в сюжете. Сегодня мы на площадке для воркаута. Это понятие означает тренировку. В нашей стране этот вид спорта связан со стрит-воркаутом или гетто-воркаутом, то есть тренировкой на свежем воздухе. Для этого используют турник, шведскую стенку или, например, брусья. Воркаут помогает развить силу и выносливость. Но более подробно нам расскажет Алексей Кобяков. Он является вдохновителем воркаут-движения. Здравствуйте, Леша. Воркаут представляет собой упражнения на различных уличных снарядах, таких как брусья, турник, шведская стенка. С использованием собственного веса, также с дополнительным одегощением. Выполняются различные силовые, статические, динамические элементы. То есть это доступный спорт, он не требует никаких вложений. То есть человек может просто прийти на площадку, выйти во двор и начать с простых элементов, с базовых упражнений. Как раз набор базовых упражнений нам и показали те, кто три года назад стоял у истоков воркаут-движения в нашем городе. Тогда Алексей Кобяков собрал вокруг себя команду единомышленников. Вместе начали тренироваться, вместе смотрели ролики в интернете, вместе отрабатывали новые трюки во дворе на турнике. А вот теперь вместе покажут вам, с чего можно начать. Здорово, Роберт. Сегодня мы снимаем небольшой репортаж про нашу дисциплину. Поэтому хотелось бы показать, с чего можно начать вообще заниматься воркаутом. Можно начинать с подтягиваний. Подтягивания выполняются выше перекладинами. Стараемся тянуться грудью. То есть не головой, а всем телом. Внизу желательно полностью разгибать суставы, выпрямлять локти. Ну и, собственно, таких элементарных упражнений можно начинать занять. Второе упражнение, с которого можно начать, это отжимания на брусьях. Роберт сейчас покажет нам. С полного упора. Руки прямые. Мы опускаемся чуть ниже 90 градусов. И выпрямляем локоть в верхней точке полностью. Такие отжимания отлично прокачивают ваши трицепсы, что поможет вам легче толкать что-то от себя. В дальнейшем научиться выходы на две руки и прочие вариации каких-то тяжелых упражнений. Более сложная вариация упражнений – это выходы на две руки. Когда вы же умеете подтягиваться и отжиматься, можете приступать к выходам на две. С полного виса мы делаем резкое подтягивание и выходим над перекладиной. Выжимаем себя. Локти желательно также полностью выпрямлять. И внизу разгибать полностью суставы. Это упражнение отлично развивает силовую выносливость, также вашу функциональность и силу. Спасибо. Спасибо. Ограничений для занятий уличной гимнастикой нет. Она доступна как для юношей, так и для девушек. Возраст тоже не помеха. Это с легкостью доказывает уапсинец Григорий Пономарев. На недавних воркаут-баттлах, которые прошли в Краснодаре, восьмилетний спортсмен с легкостью завладел вниманием не только зрителей, но и судей. А вот сам себе ставит твердую четверку. Практически все хорошо, кроме мягчика. Что я не отжался, не смог, а так все хорошо. Сначала я занимался на гумазовом дворе, потом пошел уже на пляж городской. На площадку его привел брат. Он показал Грише несложное упражнение, а теперь восьмилетний атлет сам составляет свои программы. Причем прогулкам с друзьями он предпочтет тренировки. И таких сейчас становится все больше. Воркаут-движение этим летом отмечает уже три года. За три года достаточно сильно выросло мастерство. Вначале это было просто отдельные элементы, особенно для слабых ребят, которые сейчас уже, естественно, сильные. Отдельный элемент, как я сказал, сейчас это превратилось уже в шоу-программу. Кто посильнее, тот может прям показать хорошее шоу, интересное шоу и, соответственно, сильное шоу. Большинство из тех, кто стоял у истоков дисциплины в нашем городе, увлеклись воркаутом еще до того, как он приобрел популярность. На первые состязания ездили в основном для того, чтобы на других посмотреть. А сейчас Краснодарский край уже известен и на мировом уровне. Атлеты наши сильны на всю Россию. Также один из наших участников города Краснодара, девушка, выступала в прошлом году на чемпионате мира по воркауту. Наш краснодарский участник занял в прошлом году два первых места на чемпионате России. Это единственный случай, когда один участник участвует в двух дисциплинах на России и в двух дисциплинах он берет первое место. А для тех, кто хочет попробовать, но один на площадку выйти не решается, даже проводят бесплатные групповые тренировки. Они рассредоточены по разным районам Краснодара. Расписание можно узнать в социальной сети. Кубань впервые в истории мотокросса приняла чемпионат мира среди юниоров. Он прошел во Всероссийском детском центре «Орленок». Райдерам предстояло пройти по два заезда. Итоговый рейтинг определяли по сумме баллов. Впечатления от гонок в сюжете. Рев моторов и нервы на пределе. На старте самые юные мотоконщики. Но накал страстей от этого не меньше. В этот раз представителям самого маленького класса с объемом двигателя в 65 кубических сантиметров пришлось стартовать трижды. Среди тех, кто вышел на старт, не просто представитель России. Воспитанник кубанского мотоспорта Алексей Орлов. Этот райдер входит в пятерку лучших в своем классе гонщиков в мировом рейтинге. Он занимается мотокроссом с пяти с половиной лет. Спорт его привел отец. Он же стал первым наставником. Сейчас за плечами Алексея чемпионат Европы среди юниоров и несколько чемпионатов края. А на пробных заездах мирового форума, которые в минувшие выходные прошли во Всероссийском детском центре «Орленок», Алексей показал рекорд трассы. Он справился с треком всего за одну минуту 53 секунды. Но, к сожалению, спортивная фортуна от краснодарца отвернулась. Во время финальных заездов Алексей не смог повторить триумф. Несмотря на нервный дебютный заезд, где Алексей был первый и показал лучшее время трека – 2 минуты 8 секунд, второй ему не удался. Финишировал только четвертым. В итоге Орлов – обладатель бронзы. Во втором заезде я просто упал. На старте был завал, попал в завал. И не очень хорошо, и неважно проехал. Упал, разнервничался, и началась вот эта паника. И потом еще раз тут шлепнулся. Долгие годы тренировок, сила и уверенность – вот три кита, на которых стоит победа. Первым в этом классе стал Кирилл Воробьев из Белоглинского района. Он тоже тренируется здесь, в Орленке, но сейчас представляет Урал. Сразу после второго заезда нам удалось поговорить с новоиспеченным чемпионом, который, нужно сказать, был не особо разговорчив. То ли от природной скромности, то ли от пережитого волнения. Первое место занял. Необычно так. Первый раз. Ну, трасса была отличная, все было супер. Соперники были достойными, борьба и все остальное. Вот так приветствовали зрители еще одного кубанского спортсмена – Святослава Проненко из Тимошевска. Он выступал уже в следующем классе – 85 кубических сантиметров. В последнем заезде финишировал третьим и занял восьмую строчку в мировом рейтинге. Всего в соревнованиях приняли участие представители 15 стран мира. В состав российской команды – 65 человек. Пятеро из них – воспитанники Кубани. Участие в состязаниях принимали гонщики от 11 до 17 лет. Их разделили на три класса в зависимости от объема двигателя железного коня. Особая гордость принимающей стороны – трасса. На ее строительство понадобилось 10 лет. Она соответствует всем требованиям Международной Мотоциклетной Федерации. Входит в десятку лучших треков мира. Появилась она на территории Орленка, который стал колыбелью не только местного, но и всероссийского мотоциклетного спорта. Мы выполнили все, абсолютно все требования ФИМА Международной Мотоциклетной Федерации. Мы нанесли 30-сантиметровый слой грунта, устроили поливочную систему. То есть сделано все для того, чтобы спортсмены минимизировали свои риски. Каждое соревнование крупного уровня подтверждает, что бы кто ни говорил и ни пытался сделать, все равно спортивное сообщество, оно борется с политическими течениями, которые отвлекают спорт от самого основного. Это сплочение нации, это сплочение людей, это приобщение, дружба, в первую очередь между ребятами, между спортсменами, тренерами. Во время соревнований нашлось место и для политики. У россиян появились сразу два новых партнера – Германия и Япония. По итогам переговоров спортивные чиновники подписали договор, по которому лучшие российские райдеры на две недели поедут в Германию и Японию, а их коллеги приедут на сборы в Орленок. Спорт Титана. В Краснодаре состоялся финал Кубка России по регби. Ажиотаж вокруг этого события разгорелся еще задолго, до самого матча. Дебютант сезона против опытного флагмана. Как готовились и чем закончилось противостояние. С первых же минут матча Енисей ринулся в бой. Команда приехала в Краснодар побеждать. Уже на третьей минуте гостям удалась первая попытка. Занес ее Зыков. А затем реализация и штрафной Гайсина. Казалось бы, должны были нейтрализовать Кубань. Но в отличие от предыдущих соперников, краснодарцы не из робкого десятка. Команды обменялись штрафными, затем проход Кирилла Губина и эффектная попытка. Реализовал ее уже Сергей Сугробов. Но на перерыв команды ушли все-таки при преимуществе гостей. 10-16. Енисей впереди. Первый тайм Кубань очень хорошо держалась. Во втором тайме просто маленько. Я думаю, что у них не хватило сил. А так, в общем, игра была хорошая. Кубань очень сильно прибавила по сравнению с прошлым годом. Как раз во втором игровом отрезке и решалась судьба трофея. Красноярцы перехватили игровую инициативу. Занесли Кубани целых четыре попытки, против которых хозяева не смогли ничего противопоставить. Разрыв счета увеличивался в арифметической прогрессии. Кубани явно не хватало игрового опыта, чтобы найти контраргументы против такого прессинга. Переломить ход встречи, к сожалению, не получилось. Мы проделали очень большой путь. Мы оказались в финале. Мы говорили ребятам, что каждый матч – это история. Каждый матч выходим с чистым листом. Поверьте мне, мы сегодня сделали шаг назад. Но я думаю, для того, чтобы потом сделать два, может, три шага вперед. Кубань уступила со счетом 10-42. Триумфальное шествие дебютанта сезона закончилось всего в одном шаге от заветного трофея. Итог турнира вполне ожидаемый, несмотря на большую работу, которую проделали в этом сезоне южане. Енисей СТМ в пятый раз становится обладателем Кубка страны. И напоследок, коротко о том, куда можно сходить и кого поддержать в грядущие семь дней. Календарь спортивных событий. В ИКИ продолжают покорять Европу. Уже завтра на стадионе Кубань состоится первый матч в раунде плей-офф. На кону выход в групповой этап. Наш соперник – албанский партизан. Поддержать горожан можно будет завтра, 18 августа. Начало поединка в 19.30. В Краснодаре соберутся лучшие рыбаки. У нас пройдет чемпионат России по ловле. Для того, чтобы посмотреть, встать предстоит очень рано. Открытие намечено на половину восьмого утра. А уже через полчаса начнутся сами состязания. Итоги подведут 22 августа. На стадионе КСК пройдут краевые соревнования по легкой атлетике. На кону путевка в следующий этап – российское первенство. На старт выйдут воспитанники кубанских спортивных школ. Торжественное открытие намечено на 15 часов 24 августа. Самые меткие стрелки края в возрасте от 17 лет будут состязаться в Краснодаре. Стрелять им предстоит из мелкокалиберного оружия. Соревнования пройдут в Тире ДСААФ по адресу Береговая, 11. Торжественное открытие намечено на 10 утра 25 августа. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова